Привет всем, это ютуб канал Древняя Генжа и с вами Павел. Если вы подписаны на мой канал, но не получаете оповещения о новых видео на нем, возможно они просто отключены. Нажмите на значок колокольчика рядом с кнопкой подписка оформлена. Итак, к новостям. Армянские военные отправились в Казахстан с бейсбольными битами. Ну ничего себе заявочка, друзья, давайте читать полностью. Пользователи социальных сетей высмеяли армянских военных, отправленных в Казахстан в составе миротворческих сил УДКБ. Армянские миротворцы отправились в Казахстан, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. На слове четвертой статьи договора о коллективной безопасности УДКБ на ограниченное время в рамках состава миротворческих сил организации Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 человек. В армянском сегменте социальных сетей широко обсуждается фотография, на которой армянские военнослужащие загружаются в самолет для отправки в Казахстан. Внимание пользователей привлекло то, что на армянских солдатах надеты бронежилеты без защитных пластин, без которых бронежилет фактически свою функцию не выполняет. Смех пользователей также вызвала бейсбольная бита, которую захватил с собой один из армянских военных. Друзья, анализируя фотографию, я не могу на 100% сказать, бита это или нет, но скорее всего что-то похожее на биту. И я практически уверен, что этим предметом этот армянин собирается бить казахов, которые вышли на улицы против своих властей за справедливостью, точно так же, как это сделали и армяне в 2018 году. Складывается впечатление, что этот солдатик с дубинкой, спрятанной на спине, собирается сгонять свою злость на казахах. Поскольку не удалось набить морду тюркам в лице Азербайджана, то хоть набью морду тюркам в лице Казахстана. Они ведь привыкли совершать расправы, когда рядом с ними солдаты из России. Точно такими же героями они были в те времена, когда аннексировали Карабах у Азербайджана. Что-то я сомневаюсь в их смелости, если бы эти солдаты вышли бы против казахов сам на сам. Ему бы эту дубинку засунули. Ладно, будем держаться в рамках приличия. Друзья, более детальные мнения о причинах, по каких Пашинян отправил своих военных в Казахстан, я говорил в предыдущем своем ролике. Так что, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Следующая новость, друзья. Армянин из Карабаха в Ереване. Живем, как бомжи. Цитирую. Какова судьба армян, покинувших Карабах в их собственной стране? Армянам, покинувшим освобожденные Азербайджаном территории, приходится не сладко. Они живут в приютах, остаются без дома и помощи. Ведомство Армении игнорирует их просьбы о денежном довольствии, передает новостной ресурс АЗАЗ. Читая подобные новости, задаешься элементарным вопросом. А на что вы надеялись, армяне, покидая Карабах и переселяясь в Армению? Вы что, думали, что вас будут встречать с салютами и танцами? Армении нечего вам дать. Никто вас не изгонял из Карабаха. Вы имели возможность начать новую жизнь в новом для вас государстве. И эта жизнь качественно бы отличалась от жизни в оккупированном Карабахе. Если за все эти годы Армения вам ничем не помогла, то с чего вы взяли, что теперь они вам будут помогать? Их как в те времена не интересовала судьба живущих в Карабахе армян, так и сегодня вы их не интересуете. Вы сами себе выбрали жизнь бомжа, вот и бомжуйте себе на здоровье. Друзья, хочу ответить на один интересный комментарий под моим видео. Комментатора зовут Армине Танаян. Цитирую. «Зачем нам ваш Азербайджан? Нам не надо чужого, мы не кровопийцы». Хочу вам напомнить, Армине, заявление вашего министра и вашего однофамильца Давида Танаяна, который сегодня находится в СИЗО. Надеюсь, это не ваш родственник. Так вот, он заявлял армянский новый лозунг «Новая война – новые территории». Это к тому, что вы сказали, зачем нам ваш Азербайджан? Может, лично вам и не нужен Азербайджан, но поверьте мне, что в вашей стране полным-полно людей, которые хотят вернуть Карабах и районы обратно Армении и не прочь еще больше подзахватить. А то, что вы мне пишете, что вы армяне не кровопийцы, то я бы с вами не согласился, поскольку вы пролили очень много азербайджанской крови. И даже если я не буду вспоминать вам Ходжалы, то я вам вспомню все те провокации, которые вы устраивали на границе с Азербайджаном. Вы обстреливали азербайджанцев и там были жертвы. Проливалась азербайджанская кровь. Могу вам вспомнить ракетные удары по Генже. Могу вспомнить те мины, которыми вы усеяли азербайджанский Карабах, и от которых гибнули и продолжают гибнуть люди. Вы только в том случае не пьете азербайджанскую кровь, когда ее не дают вам пить. И еще один комментарий все той же Арминета Наян. Цитирую. По тебе видно, что ты русский. За сколько ты себя продал, не знаю, но в 1941-45 таких вас было очень много. Гитлера папой звали за шоколад. Армине, я обещал вам ответить в ролике на ваш комментарий, и поэтому слушайте мой ответ. Отвечать буду по частям. Первое. По тебе видно, что ты русский. Почему видно? По глазам? Мне просто интересно. Может быть по моей речи? На самом деле я из Западной Украины, родился в городе Львов, и в России был только один раз в жизни, в Москве. А то, как вы армяне разбираетесь в людях, и как вы их идентифицируете по внешности, я уже наслышан. Год назад на улицах Еревана поймали двоих иранцев, приняв их за турков, и чуть не избили. Полицию вызвали, арестовать хотели. Я вижу, вы прям эксперты по национальностям. Чувствую, что скоро дойдет до того, что своих же избивать будете, принимая за иностранных шпионов. Второе. За сколько ты себя продал, не знаю. Ну так вот, если не знаете, так умолкните. Если я когда-нибудь себя продам, то перееду жить к вам в Ереван, ибо я слышал, что Ереван это город продажных людей. И третье. В 1941-1945 таких вас было очень много. Гитлера папой звали. За шоколад. Армяне. Во-первых, я терпеть не могу нацизм, фашизм и Гитлера. А во-вторых, перед тем, как обвинять меня в родственной любви к Гитлеру, вы сначала демонтируете у себя в Армении все памятники Гарьгинун-ЖД. А то кто бы говорил. Друзья, большинство комментариев, которые оставляют армяне под моими роликами, это глупые комментарии. И я их по той причине комментирую, чтобы показать армянскую глупость. Большое спасибо всем, кто поддерживает мой канал просмотрами, комментариями и лайками. Азербайджан страна-победитель. Всем друзьям желаю удачи. Субтитры сделал DimaTorzok